Казаки уже успели показать себя с лучшей стороны во время проведения и подготовки Олимпийских игр, отметил глава. Их работа не только дала большой результат, но и стала уважаема среди горожан. На совещании глава города и атаман Адлерского казачества обсудили дальнейшее взаимодействие и фронт работ для казаков района. Казачество в целом в Сочи и в частности в Адлере это хорошая огромная сила, это огромная помощь. Прежде всего казачество выполняет свою главную задачу, это охрана общественного порядка. И эту задачу выполняет достойно. Мы с вами видим, что наш город совершенно спокойный город, безопасный город, но мы видим, что с нашими полицейскими всегда несут службы и наши казаки. На сегодняшний день казака уже мало кто может назвать ряженым, как это было в недавнем прошлом. Несмотря на скептическое отношение к себе, эти люди смогли завоевать уважение общества прежде всего трудом. Сегодня казаки активно участники рейдовых групп. Наравне с полицейскими патрулируют улицы, обеспечивая безопасность жителей и гостей курорта. Адлерское районное казачье общество насчитывает более 600 человек. В основном ребята выполняют государственную службу в таком порядке. Граница у нас 5 пограничных застав, где 48 человек несут государственную службу. Основная задача, особенно в курортном периоде, это охрана общественного порядка здесь, в нашем курортном районе. С недавних пор на плечи адлерских казаков легла еще одна небольшая, но важная задача. На нескольких особо оживленных переходах района они регулируют движение пешеходов. Работа уже дала свои плоды. Пробок стало меньше, да и местные жители отмечают с казаками и дорогу переходить гораздо безопаснее. Они очень вежливо, аккуратно, грамотно переводят людей. И вообще спасибо администрации за то, что вы так поступили с нами. Мы не боимся своих детей на море отправлять, со стариками, с курсионерами, спокойно переходят дорогу. На совещании глава предложил казакам активнее следить за своим районом. Возможно, к их помощи будут прибегать при выявлении низкокачественных и контрафактных товаров в торговых точках. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.